В этом месяце мы обозначили, что семья, потому что после становления человеческой личности как духовной, возрожденной, спасенной, дальше человек живет в присутствии, формируется в святости, формируется в любви Божьей. И потом приходит такой момент, когда Бог состоит из институт брака. Поэтому семья – это самое интересное, самое главное, что Бог создал. И мы говорили в прошлый раз о том, какая самая главная ценность в семье должна быть. Это большое – да, большое – можно, и маленькое – нет. Одно единственное дерево в саду, в раю, которого Бог сказал не касаться человеку. И мы просто видим в своей жизни, насколько Бог милости в благ, давая нам вот это огромное «да» для того, чтобы пользоваться всеми вот этими вещами. И одно маленькое нет, в котором просто иметь четко конкретное табу на какой-то момент. А сегодня я хотел поговорить на такую тему о главенстве. Знаете, кто главный в семье? Кто в семье главный? Итак, вот, Господь, да? Ну вот, кто в семье главный? Давайте начнем с зала. Вот так, чтобы… Папа. Правильно, папа. Папа, да. Хорошо, да. Вот мы видим, да, все такие духовные, читаем, грамотные. Видим, что Бог главный в семье. Вот слышим, да, Бог главный, все классно. Но вы знаете, не всегда Бог главный в семье, в той семье, в которой не слышен и не исполняет голос Божий. Поэтому главенство Бога здесь, знаете, размывается и растирается. И поэтому мы видим некоторые последствия. Последствия как в мире, так и среди христиан. Ну вот семья – это такой вот институт, где в центре рая, в центре Эдема, как мы говорили в прошлый раз, да, должно стоять Слово Божие, должно стоять то дерево, познание, от которого отщипывать, выкраивать, каким-то образом вырывать какие-то истины. Они приведут к перекосам, которые потом имеют определенные последствия, определенные неправильные последствия и нехорошие последствия. Через эти вещи пришло проклятие на землю. Пришли боли при победе над смертью, при рождении женщины, будете рожать боли, он сказал. Мужчины, вы будете, вот, земля будет проклята, вы будете пахать, как кони. И сводить вот так вот, да, и выводить. А ответственность остается. Ответственность за обеспечение остается, за еще какие-то вещи остается. Ну, будут некоторые моменты для того, чтобы вы видели, насколько у вас в жизни все так складывается. И, вы знаете, хочу открыть первое послание к Коринфлинам, 11 глава, с 3 стиха. 3 стих, 11 глава, 3 стих, 1 послание к Коринфлинам. Дело в том, что вот здесь сказано, хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Он говорит, хочу так же, чтобы вы знали. То есть есть момент, когда люди могут понимать, могут знать, могут слышать, могут цитировать, могут апеллировать, знаете, вот так вот, какими-то обрывками из текста. Но он говорит, я хочу, чтобы вы знали. В любом случае Бог будет главный, если каждый на своем месте, в соответствии со своим уровнем ответственности, будет жить и действовать по Слову Божьему. Тогда Бог будет главенствовать. А если муж неверующий, и что сказать, у него нет главенств? Здесь сказано, что муж глава в семье. Муж глава в семье. И всякая тема матриархата, она вообще как бы не рассматривается. То есть всякая тема главенства женщины, она не рассматривается. Рассматривается только при любом раскладе, муж имеет главенство в семье. Ты можешь оставить этот третий стих, вот там, да? И мы увидим, что при любом раскладе мы можем видеть, что муж является главным в семье только потому, что у него есть на это функция и ответственность. Только функция ответственности определяет человека в этой позиции. Как верующего, так и неверующего. Просто когда люди вступают в брак, они понимают, что за этим стоит определенная ответственность. Сейчас людям модно говорить, вот гражданским браком. Дело в том, что гражданский брак – это на самом деле брак, который был заключен в государственном учреждении, в ЗАГСе. Он является гражданским браком. А все остальное называется сожительством. Ну так как люди хотят более толерантно это, чтобы по ушам не резало, что вы живете в сожительстве, в блуде, в каких-то вещах, они говорят, мы живем гражданским браком. Ну вот так вот случилось, да? Поэтому люди, которые не берут на себя ответственность за функции, которые распределены между мужчиной и женщиной, которые распределены, ответственность, которая распределена в априори, понимаете, по замыслу Бога и по жизни, по совести, она в принципе переплетается. Вот мы сегодня слышали свидетельство от неверующей воспитательницы, которая для себя открытие сделала, то, что дети слышат ее голос, и они как бы идут. Мы понимаем, что такой уровень жизни духовной, это нормально, потому что это по Слову Божьему. У нее по практике, у нас по Слову, и оно как-то вот так вот, да, все сходится, потому что христианство, оно крайне практичная религия. Поэтому, когда мы говорим о Слове Божьем, мы можем увидеть это в жизни людей, которые живут по Слову Божьему, которые даже не живут по Слову Божьему, не знают Слову Божьему, они по совести живя имеют определенные духовные законы, которые приводят их к благословению. Ну, по-любому. Ну, бывает так. Потому что люди неверующие, у меня родители неверующие были. Но из-за того, что отец уважал мать, мать там как-то имела какое-то такое, вот, знаете, вот. Они так вот собирались с друзьями где-то выпить. Мама приходит с работы, знаете, так, руки кувшином. И все. И все быстренько друзья рассосались. Вот. Мать, все, все, все. Я говорю, как это так, слушай? Ты что? А вот потому что ему не надо вот это вот головной боли, вот. Не от того, что он там верующих уважает, там еще что-то, а от того, что он понимает, что по жизни сейчас вот этот вот балаган устроим, и что увидят дети. То есть люди, живя по совести, они как бы исполняли закон Божий, уважая друг друга, и в какой-то мере, да, вот. Он понимает, что он осящил, там, подвыпил, да, и лучше ретироваться, и до скандала не доводить, потому что, ну, вот это никому не надо. Люди тоже все понимают, что в семье-то жизнь, друзья-то это классно, все это хорошо, как бы, да, но если оно не приводит к миру в семье, это полный бардак. Так, поэтому Христос главный в семье тогда, когда он главный для мужа. И муж главный в семье тогда, когда он главный для жены. То есть вот этот вот момент, он, понимаете, он такой вот плавный. Дело в том, что вот это вот подчинение, главенство, и вот эта вот, как бы такая структура Божья, да, она идет от самого Господа, потому что, вот смотрите, здесь написано, а Христу глава Бог. То есть прежде Христос подчинился Отцу. Ну, здесь вот сказано, Христу глава Бог. Да? Потом подчинение мужа, потом подчинение жены до мужа. То есть есть вот этот вот момент, когда подчинение, оно, понимаете, в нашем таком менталитете, подчинение, оно как бы сродни унижению, сродни какого-то вот такого, а чего я тебе подчиняться буду, а почему я вот должен, да, или еще как-то. Вот. Когда говорят о том, что женщина должна подчиняться мужчине, и у всех женщин сразу внутреннее такое противостояние. А почему? Понимаете, вот это вот просто подчиниться только потому, что разные функции и разная ответственность, вот и все. Вот как мы сегодня рассуждаем, да, говорим о каких-то вещах вокруг нас происходящих. Но вы знаете, есть внешние отношения всяких стран, государств, да, а есть внутренняя политика. Вот за внешние отношения, за обеспечение, за какие-то вещи, за привлечение там каких-то моментов, все, есть ответственность у мужчины. А за внутреннее обеспечение, внутренний порядок жизни в семье ответственность несет женщина. И этот уровень, этот баланс, он сходится на том, что помощь друг от друга, послушание и момент договоренностей, он приводит к миру и согласию. Понимаете? То есть есть вещи, через которые, вот, Отец, Сын, Дух Святой, это вот такое вот триединство Бога, которое не разрывно. Да, я и Отец одно, Он говорит. А здесь написано, что Христу глава Бог. То есть кто выше, кто старше. Бог старше над Христом, так как Он Отец, этот Сын, и кто-то кому-то должен подчиниться. А Иисус говорит, нет, я и Отец одно. То есть моя сила власти, слово, сказанное в жизни людей, оно такую же имеет силу, как бы Отец, да, призвавший человека и сказал, иди и следуй за мной. Человек услышал голос Божий, призыв Божий, бросил сети и пошел. То есть там никто никого не заставлял, никто никого не принуждал, никто никого... Проходил мимо Андрей Первозванный, да, проходил мимо, видит там мужики с сетями ковыряют, что-то рыбу поймали, вытряхают там что-то. Он говорит, следуй за мной. Все, вот все бросает и идет. То есть на определенный призыв отвечает дух. Там даже как бы эмоций-то не было. Там, а что я? Почему я должен пойти? А почему сразу я? Вот. И понимаете, вот это главенство и управление, и вот это подчинение, оно, знаете, без всяких вот этих... А он тупой, он ничего не понимает, да, что он может там соображать, да, он вообще как-то не это, да. А вот моя мама лучше знает, что нам надо, или еще что-то. То есть есть вещи, через которые определенная ответственность. Вот как что делается в семье, так и ответственность распределена. То есть тут уже двое станут одной плотью. Тут мама в принципе как бы и ни при чем. Тут какие-то моменты, они в принципе ни при чем, потому что Христос, он не будет руководить в той семье, где есть бунт. Потому что непокорство – это бунт. Вы знаете, дело в том, что момент такого понимания покорности или непокорности – это момент договоренностей. и когда мы можем сидеть, слушать, общаться, а внутри есть внутреннее такое несогласие, внутри есть оно, да, и ты думаешь, ну ладно, и в какой-то момент оно выстреливает. Одно дело – обсудить какие-то моменты, да, нравится, не нравится, хочу, не хочу, могу, не могу, там, ну, люди обсуждают, да, вот, а другое дело, когда оно затихарится, в какой-то момент пружина, она выстреливает, и получается нехороший такой резонанс. Если я хочу, чтобы Бог был главным в семье, на мне, как на мужчине, лежит ответственность иметь подчинение Христу, ответственность быть под руководством Бога, на мне, как на мужчине, да, в первую очередь – это слышать Его голос, второе – это знать Его Слово, чтобы слышать что-то для себя, а третье – это исполнять то, что Он говорит лично ко мне, как Рема, знать Слово «Логос», для того, чтобы Его Слово, оно говорило в мою жизнь, Его нужно сначала знать, да, Его нужно читать, Его нужно разбирать, над Ним нужно размышлять, потом это Слово, оно перерастает в какое-то личное откровение, ты понимаешь, да, вот так надо двинуться. Может, кто-то не понимает, а ты должен понимать по отношению своей семьи, по отношению своего, вот, куда семья движется, как мы двигаемся, да. Вы знаете, мы все работаем на своих местах, вот каждый работает на своем месте, и вдруг мы решили, что, ну, что начальник, он вроде не особо и начальник, и не мы на него работаем, а он на нас. Он и поставлен для того, чтобы вот следить за порядком, для того, чтобы какие-то там вещи видеть, не видеть, вот. Вот, и вот мы придумали себе жить, знаете, в режиме такого игнора. Попробуйте игнорировать начальника, да, вот, что-то попросил, что-то сказал, как долго мы продержимся на вот этом игноре, для того, чтобы тебе сказать, знаешь, что, мы не нуждаемся больше в ваших услугах, до свидания, да. То есть, святым местом пусто не бывает, на работе тем более, там особо никто никого не держит, и если мы приняли, допустим, приняли решение быть на этом месте, да, то, соответственно, мы, подписывая договор, у нас есть определенный уровень ответственности, определенный уровень обязанностей, которые мы должны выполнять, и у нас вообще в мозгах, не знаю, что я, не, ну как, что ты, вот, перечень твоих обязанностей, пожалуйста, да. И порой, вы знаете, здесь вот верующие люди живут в режиме такого игнора, да, в режиме игнора по отношению к Богу. Вот игнорируют, что он говорит, что он хочет сказать, о чем он вообще желает достучаться, вот, через слово. И вот семья, это, это территория, где опасно играть в такие игры. То есть, игнорировать какие-то вещи мы вообще не можем, потому что нитка, скрученная втрое, написано, не скоро порвется, да, но если эту нитку вот взять, вот так вот распустить, вот эту вот часть, которая, которая является, вот, выплесть, выплесть, вытащить ту нитку, которая называется Господь, которая называется, вот, именно, суть, да, вот, сама, если ее выплести с семьи, то происходит очень опасная ситуация, когда люди уже перестают слышать, перестают откровения получать, перестают понимать вообще, что происходит вокруг. и причин много, причин много, а в основном, вы знаете, двое станут одной плотью, то есть, когда мы говорим о том, что чья-то безответственность, на кого-то налагает дополнительную ответственность, потому что взаимосвязано все, то есть, не может безответственность одного остаться на уровне безответственности, и ладно, кто-то подбирает эту ответственность и начинает двигаться дальше, потому что этот перекос, он все равно приводит, приводит к такому неправильному отношению, потому что если мужество теряется, мужество падает, ответственность, безответственность приходит, женщина подбирает ее и начинает тащить, начинает вести, начинает, и мужественность, она просто вытравливается из дома, Дети смотрят и видят. Видят этого подкаблучника, эту тряпку, этого такого, знаете, как много эпитетов, как тюфяк, я не знаю, выражений очень много, когда женщина уже приходит в такое состояние, говорит, да что я с него могу? Да он даже позвонить договориться не может. Да он даже там это, да он даже... И наоборот, когда, знаете, кто в доме хозяин? Жена подчиняется мужу. Знаете, такое диктаторство. Диктаторство, если человек имеет в себе внутреннее состояние подчинения Бога, то такого диктаторства оно в априори быть не может, потому что Бог есть любовь. Если он хоть когда-либо в жизни диктаторски отнесся бы к человеку, человек бы не выдержал просто. Не выдержал этого напряжения, этого давления, потому что без любви, без веры Богу угодить вообще невозможно. А люди пытались законом спасения получить, пытались законом угодить Богу. Он говорит, нету ни одного безгрешного, да? Все согрешили, лишены славы Божьей. Поэтому милость, поэтому снисхождение, поэтому благодать от Господа, она дарует нам возможность быть людьми, которые могут раскрывать свои дары и таланты. Каждый вот, да? То есть есть моменты, поэтому когда мы говорим, кто главный в семье? Бог. Но если мужчина в семье имеет ответственность быть главным, а если не имеет, то... У женщины, да, у женщины своя ответственность. Быть за мужем. И вы знаете, быть замужем – это быть под руководством мужчины. То есть разделять планы, разделять виды, разделять еще какие-то вещи, да? Мужчина может быть любым. Ты исполняй свою часть ответственности, и уже благословение будет наполнять тебя, наполнять твою жизнь. Потому что пока мы, как мужчины, не скажем, Иисус, ты моя голова, да, то наша семья будет обычной. Обычной. Вот знаете, люди женятся и обычно договариваются о чем-то, и вот все. Все, кто имеет безответственность, заигрывает, безответственность подходит к служению, безответственность подходит в отношения, безответственность в дружбе, в любви, в бизнесе, в финансах, в каких-то обязательствах своих. Знаете, вот безответственные люди бывают. А, сказал, не унижди он, ляпай это языком и все. Вот есть, да, вот такая вот безответственность, да? И думают, что от безответственности что-то в семье, знаете, прибавится, что-то в семье, ну мы же венчались. Ну так и что? Дело в том, что венчание, оно не работает навсегда. Венчание – это определенное начало пути, уровень завета. Вот заключили завет, брачный союз, венчание, да? А дальше над этим надо работать, дальше надо брать ответственность каждой свою и идти, да? Ответственность каждого мужчины самому на основании Священного Писания трансформировать свое сердце в то, чтобы увидеть, насколько Бог дает ответственности. Понимаете? На основании своей собственной ответственности слышать Бога, знать Бога, следовать за Богом и не жить в компромиссах. Вот это ответственность мужчины. И все, что вы видите, все, что вы видите в семьях людей, вот живут люди, да, хорошо, вот живут счастливо, душа в душу, христианская крепкая семья – это вообще на самом деле результат веры, и результат того, как человек увидел семью на основании Слова Божьего. Потому что по-другому создать крепкую семью, по-другому создать такое вот основание прочное, это просто невозможно. Если мы когда-либо могли бы увидеть в своей жизни здоровую, крепкую семью без Бога, это, вы знаете, это исключение из правил. На самом деле это исключение. Это просто такой момент, когда подтверждают правила. Исключения обычно подтверждают правила. То есть, да, есть исключения. Есть одна из тысячи семей, может быть, но это не говорит о том, что, о, посмотри, видишь, я несчастлив, вот я хочу жить так же, да у тебя не получится. Только потому, что у этих людей есть особые внутренние взаимоскрепляющие связи, их держит нечто большее. Может быть дружба, может быть верность, может быть привязанность, может быть какие-то физические отношения, может быть какие-то супердушевные отношения. Потому что на душевном уровне мы можем тоже делать какие-то определенные, строить, да, на уровне душевных связей. Можем строить, но эти душевные связи в какой-то момент бывает, вот, раз и обрываются. Вы знаете, вы могли, конечно, подумать, о, тебе хорошо говорить, да, у тебя там жена умница, там, дети, все классно, все легко говорить. Легко говорить, знаете, в духе, когда вот декларируешь здесь отсюда, что-то рассказываешь, какие-то правильные вещи, да, круто, пастор, молодец. А потом, понимаете, приходишь домой, а дома сталкиваешься с ситуациями, которые абсолютно вот, да, то есть слово, оно начинает испытывать тебя. То есть приходит момент, когда, да, когда приходит момент, когда мы, испытывая наша вера, она амортизацию какую-то проходит, да, наши слова сказаны, каждый даст за свое слово отчет. Понимаете? И вот этот момент, стоя здесь, декларируя правильную семью, во всяком случае, я хочу жить так. Я вот сейчас провозглашаю, может быть, свою веру больше, чем показываю, вот, да, ну, хотя есть определенные плоды, есть определенные какие-то твердые вот такие вот вехи, на которых я стою и не хочу сходить с них. Есть. Вот ценность семьи, да, вот мы сегодня молились до служения. Это очень важно, когда люди декларируют на уровне государственном о том, что семья – это ценность нашего общества. Мы видим, как христиане разводятся. И на уровне этого мы можем декларировать сегодня о том, что семья – это ценность нашей церкви. Вот она одна из ценностей, которая действительно может быть после спасения очень важная. Почему? Потому что дети, видя отношения неподдельные, знаете, вот мы можем здесь сидеть, красиво смотреть, улыбаться, думать о чем-то, размышлять какие-то вещи, ну, не высказать, да, какие-то отношения. Кто-то не согласен со мной. Я не претендую на, знаете, на такую абсолютную истину, но я вижу, что написано вот здесь в слове о том, что мужу глава Христос, а жене глава муж. Вот и все. То есть на основании вот этих вещей, на основании вот этих вещей, приходя домой, я говорю, да. Вот здесь начинается труд души, здесь начинается переломный момент, где я не должен компромиссы какие-то ставить, да. А, ну да, я там сказал, конечно, классно, да, так в духе. Вот, еще и в Ютубе кто-то увидит, кто-то на прямой трансляции, круто. Ну да, ты вот всех такой молодец. А тут приходишь и видишь, что мои убеждения, мои какие-то провозглашения, а их нужно еще отстоять, их нужно пережить, их нужно, знаете как, воплотить в жизнь, ну, делами, да, то есть чтобы это потом как-то самому себе просто сказать, да, Господь, Ты велик. Действительно, помимо откровений, которые я сейчас делюсь, есть еще определенные дела, которые просто в какой-то момент можно увидеть. И нужно принимать решения, нужно не сдать позиции, нужно пойти, знаете, вперед с Богом. Потому что каждый этап, он новый уровень, это надо подняться, а чтобы подняться на новый уровень, надо приложить усилия. То есть мы все живем и учимся, знаете, вот каждый в своей ситуации, он живет, проходит, учится. Если он прошел, хорошо, если не прошел, он как-то к руку возвращается, и приходит подобная ситуация, и опять же твоя реакция, опять же твое отношение, опять же есть моменты компромиссов, сделать, не сделать. И поэтому вот здесь вот в собрании, да, или на Фейсбуке, мы видим картинку, мы видим люди отдыхают, мы видим люди развлекаются, мы видим счастливые лица, мы видим внешне, мы видим картинку, да. А то, что это труд обоих, это видят только дома дети. Знаете, дети. А дети, это зеркало, да, отображение, они видят и могут что-то рассказать, вот, со своего взгляда. О, да, мама сказала, о, надо же, у папы такое отношение. Вы знаете, в школе учителя иногда спрашивают детей какие-то вещи, в садике, я не знаю, но дети, они же, знаете, так просто вот, а мама сказала, не дружить там или еще что-то. Вот, поэтому момент того, чтобы семья была изначально благословенной, это нужна та ответственность, которая у мужчины перед Богом, слышать его, исполнять, да, знать слово, следовать за ним, придерживаться, чтобы потом не смотрел вот так вот на свою семью и сказать, о, да, что-то произошло не так. Где-то я упустил, где-то я, да, где-то что-то. И крепкая семья без Бога, я говорю еще раз, это чаще всего исключение, чем правило, потому что в какие-то моменты мы не можем это увидеть. И вот вы знаете неверность? Что такое неверность, да? А неверность это даже глубже, чем развод, на самом деле. Развод это уже результат той неверности, которая зародилась когда-то через бунт, через недовольство, через непрощение, через недостаток общения, отношений для того, чтобы все это в какой-то степени увидеть и простить, да? И вот в религиозных кругах это тоже есть, вот знаете, такой момент, когда люди живут годами, да? И видят, а что тут такого? Ну, я же в церковь-то хожу, я же как бы нормально себя веду, да? У нас вроде семья, вроде все классно, что, нормально? Ну, подумаешь там как-то. Ну, подумаешь, там бах, смотришь, слышишь, да? Разводятся, разводятся. Дело в том, что народ, люди, как люди на самом деле. И когда в фокусе ценности семьи теряются, когда в фокусе теряется Слово Божие, когда в фокусе теряется библейский порядок в семье, тогда происходят такие моменты, и люди, видя на Фейсбуке счастливую пару, в какой-то момент слышат или видят, что там уже развод и думают, вау, а это не вау, это не одного дня дела, это не одного дня момент. А вот библейский порядок семьи, он вообще прост на самом деле. Ответственность мужчины, чтобы слышать Бога, ответственность женщины за то, чтобы слышать мужчину. Все. То есть ответственность мужчины – слышать Бога так, как глава Христос, Христа – услышать. Ответственность женщины – услышать мужчин, что он хочет. И каждой сестре достаточно духовности в церкви. Каждой сестре достаточно понимания, насколько слышать Бога, насколько получать откровения, насколько получать какие-то вещи. Ей достаточно этого в церкви, ей достаточно этого на молитвенных. Вот здесь, знаете, мы проливаемся пред Богом, мы свои желания, мы свои нужды, мы свои переживания, мы свои чаяния, мы свою веру просто изливаем. Вот здесь молитва такая была за этого сына. Сестра молилась и желала, чтобы Господь коснулся, чтобы он уверовал, чтобы эта девушка, которая у него тоже вот так вот. Это вот наши вот такие нужды, наши человеческие, материнские, вот за семью. Я верю в силу матери, в силу молитвы матери, я верю в силу молитвы жены, потому что муж-жена – это одно, понимаете? Печень не может не благословлять ногу. Почему? Потому что эта нога ее принесет, эту печень, да, в хорошем, я не знаю, продуктом поднесет, там вот подведет ее к прилавку и скажет, да, а уже мозги, они тоже соображают, что взять, что не взять и так далее. То есть все работает на единый организм, поэтому молитва жены за мужа, молитва мужа за жены – это молитва самого за себя, понимаете? Вот сам за себя. Желаешь себе? Хорошо. Молись за мужа, благословляй, поднимай его, да? И поэтому каждой сестре дома не надо устраивать такие, знаете, духовные всякие движухи, потому что дома у сестры хватает своей ответственности. Это ухоженность, это дети, это быт, это атмосфера, это интерьер, это вот красота. Вот в том, в том можно реализоваться, да, в том можно реализоваться, чтобы не просто обычный семейный уют, обычный во всех домах, вот куда в окно ни загляни, везде вроде порядок, чистота, холодильник на своем месте, стол на своем месте, все. Это обычный уют. А сверхъестественный вот этого, знаете, как Эдем, он создается именно внутренним состоянием женщины. Если мама счастлива, дома все, дома, я по себе знаю. Если счастлива моя жена, у нас дома все, даже если перегруз, даже если перебор. Вы знаете, дело в том, что... Дело в том, что вот этот момент, когда женщина в своих планах, в своих вот этих вот домашних вещах учитывает мужчину в доме, учитывает руководство, это крайне важно вообще на самом деле, учитывать руководство, учитывать мужчин, вот, им нужно отдавать респект, мужчинам нужно, знаете, мужчинам нужно спрашивать. Вот как есть у мужчины запрос к Богу о семье, о детях, о мудрости, о движении, о видении, вот, Господи, как ты ведешь меня, вот. Вот, то есть покажи, где, да, вот, если есть вот это вот у мужчины запрос, то у женщины тоже должен быть запрос до мужа. Слушай, а как ты видишь вот это, вот это? Поэтому, допустим, вот мы когда разговаривали с братом, я говорю, знаешь, вот все, что есть, шторы эти, вот холодильник, хочу черный, пусть черный. Ну, то есть, ну, мы советовались, мы узнавали и выяснили, оказывается. Я не стал наставить, потому что уютом, ответственность ее, ну, мы выбирали, да, черный, белый, под эти вот дверцы, да, кухонные, вот черный подходит, ну, пусть черный, но у нас всю жизнь дома белый стоял. Я как бы не парюсь, ну, металлик, да, металлик, пускай так. Ну, факт тот, что, понимаете, вот, есть вещи, оно вроде необычное, для моего взгляда, но у нас всегда белый холодильник, а тут какой-то металлик серый, там, я не знаю, ну, как серый холодильник. Оказывается, ничего, стильно, сегодня вообще нормально. То есть, спустя там год, два, три, он вообще к глазам приятно, это самое, нормально, вот. А когда-то она увидела это, да, слава Богу, но мы это решали, понимаете, мы решали вместе. И вот когда мы говорили о том, какого цвета будет машина у нас, да, она говорит, мне все равно, главное, сел и поехал. Перемещение, мне важно перемещение, мне не важно, какого цвета у тебя будет машина. Но ей важно было, какого цвета у нас будет холодильник, обсудить со мной. Потому что какого цвета машина, и как ее, допустим, да, с кем посоветоваться по поводу выбора и так далее, это уже не женой, потому что нужны более знающие люди, разбирающиеся в машинах и так далее. И я понимаю, что это огромное благословение, мужчина на своем месте ответственность, женщина на своем месте. И поэтому вот этот момент, когда мужчину нужно спрашивать, когда мужчину нужно слушать, когда нужно его поднимать как лидера, потому что, вот помните, мы как-то говорили, я уже говорил эту вот фразу такую, да, если мы хотим такое крепкое мужское лидерство здесь, в церкви, здесь, в собрании, то мы должны видеть, как дома мужья имеет вот это лидерство реально. Потому что человек, который в доме, какие отношения дома, какие отношения в семье, оно, знаете, плавно сюда перетекает, вот на эти отношения, на эти все вещи. И поэтому, когда мы говорим о том, что крепкое мужское лидерство в церкви, и дома их не поднимает, и дома где-то там 15-е мнение имеет. Нет, ну здесь-то это церковь, здесь надо служить, здесь Бог, здесь Богу служим. А там это другая территория, это дом, это мы сами разберемся, туда не надо лезть. Там, ну да, конечно, туда никто лезть не собирается, но оно сюда приходит. Культура общения, культура поведения, культура отношений и принятия, оно приходит сюда, и поэтому мы видим реакцию, мы видим, и поэтому наши отношения в семье, они отражают нашу жизнь в церкви. Ну, неизбежно, потому что, особенно когда маленькая церковь, да, когда нас будет тысяча, может быть, мы что-то и упустим, и не заметим. А пока мы семейственная такая церковь, вы знаете, вот человек приезжал, да, с Киева, он посмотрел, сказал, круто. У вас классно, у вас маленькая церковь, вы друг с другом общаетесь, а у нас там тысячная, там пришел, зашел, вышел, и никто не смотрит. То есть есть в этом плюсы, есть в этом плюсы, что мы вот такие, какие мы есть. Также мужчины не должны быть диктаторами в семье, абсолютно не должны быть диктаторами в семье. И муж, зная Бога любви, он никогда не применит вот это вот отношение диктаторства по отношению к своей женщине. Потому что, если мы говорим, что муж и жена одно, да, начать диктовать и приказывать, я не знаю, печени работать, сначала ее не надо как бы мучить, чтобы она не работала, чтобы потом заставлять ее работать. Если мы хотим крепкую семью, мы можем увидеть эти правила отношений, да? Мы можем увидеть эти правила отношений, поэтому, братья, сейчас к братьям обращаюсь, да, что без служения мы не сможем иметь авторитета дома. Без служения в церкви у нас не будет авторитета дома. Почему? Потому что какой-то момент ответственности в церкви, он дисциплинирует людей вести себя дома по-другому. На самом деле это так. И поэтому, если у брата глава Христос, Иисус, которого вы знаете, да, если Он глава, если Он вас не влечет в служение, а влечет только на работу, то ваш Бог не Иисус, ваш Бог Мамона, ради которого люди живут и работают, работают, работают. Понимаете? От Мамона одна награда. Мамон. Да. А от Бога богатство. Понимаете, богатство, щедрость, богатство души, щедрость комплимента, щедрость внимания, щедрость отношений. То есть есть вещи, которые намного больше, намного понятнее для нашего восприятия на самом деле. Потому что, говоря об ответственности мужчины, мы не можем говорить об ответственности женщин. Говоря об ответственности женщин, мы не можем говорить об ответственности мужчины. И когда говорят, а он абьюзер, а он вот там за кого-то, за чей-то счет. Нет, подождите. Это вы, женщины, берете ответственность не свою, на себя, и получаете определенные неудобства, понимаете? Не по стенке, шапка. Не надо брать на себя ответственность, которая возложена на мужчин. Вот про абьюзерство, если мы говорим, да? Вот говорим, вот он такой вот, пятый, десятый. Мы сейчас слышим какие-то вещи, и многие моменты, вот разводитесь. Да, конечно, что он сидит на твоей шее, он абьюзер, с ним надо развестись, его надо... Нет, у Бога есть определенный план для семьи, и выход из ситуации, как развод, это вообще крайне такая ситуация. Вообще Бог развода не планировал изначально. Иисус сказал, это так изначально не было, это по жестокосердию вашему Моисею дано было разводное письмо для народа. Моисей, ну как бы дал, разрешил, да? А на самом деле так не было. И поэтому, когда люди говорят, мужчины говорят, я знаю Бога, тогда хочется спросить, а какое твое служение? Какая твоя ответственность? Какая твоя зона покрытия здесь, вот, на этом месте? Здесь для Господа где, да? Ты знаешь Бога, но ты игнорируешь Его Слово. Потому что Господь сказал, следуй за мной. Он сказал, и возложите руки, и что-то пойдете, и что-то сделаете. Вот я, пошли меня. То есть Ветхий Завет, Новый Завет, он перекликается. Бог, Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Да, через Проволку говорит, слушайте, вы свои дома так обустроили, так сделали все классно, так это. А дом Бога в запустении. Ну, то есть, Он прям обличал народ Божий о том, что вообще происходит в сердцах людей. Вот когда говоришь, ты же не исполняешь Слово Божие, ты не исполняешь волю. Он говорит, ну, ты не понимаешь, я же в таком сезоне, у нас же сейчас смена сезона, и вот это межсезонье, нам надо пройти пустыню, нам надо преодолеть какие-то вещи. Люди тоже так говорят. Я же в таком сезоне, да, иногда, вот у меня сейчас не тот момент, чтобы вот ходить, куда-то служить, еще какие-то вещи делать. Ну, знаете, сегодня у нас на дворе март, и никто в платье не пришел как-то вот. Сезон, это, раз курточку, раз сапожки, да. Сезон не сезон, а все одеваются по сезону, все как бы вот по сезону вот себя чувствуют. И поэтому какой бы ни был сезон, а резину меняем. Приходит время, мы ее меняем. Ну, да, где-то поджаться, да, где-то какие-то вещи. Ну, сезоны, это, конечно, хороший момент. Ну, вот, опять же, я говорил о том, что говорить можно красиво, но в какой-то момент вот эта работа над собой, душевная, духовная работа, она все равно производится. Это смена сезона, это происхождение вот этой работы над собой. И вот какие-то интересные причины находятся, какие-то интересные сезоны, там, церковь, там, обидели, что-то не так сказали, не так музыка играет, еще какие-то вещи. Это просто, просто хочется сказать, возьми ответственность. Просто возьми ответственность. И реши, я здесь буду. Независимо от того, музыка, не музыка. Сказали, передали, сезоны, межсезонье. За что? Просто возьми ответственность за то, чтобы быть под властью Иисуса. Ну, если к мужчинам, да? Возьми ответственность за что? За то, чтобы быть под властью Бога. Сестры, да? Вот порой сестры. Я не знаю, у нас двое детей, да? Мы вот на пальцах можем посчитать, сколько раз Рамилева, допустим, не была в служении. Вот правда, там не была в служении, буквально вот. Только что их где-то девать было не с кем, и болели, может быть, потому что мы их всегда тащили, всегда они были в церкви, всегда как бы. Поэтому говорить о том, что у нас же ребенок. Подождите, благословение Божие, оно обогащает, печали с собой не приносит. Если ребенок вам в отягощении, если ребенок вам в какую-то печаль из-за того, что вы, ой, я пришла в церковь, ну, у меня же ребенок. Я понимаю, ситуации бывают разные. То есть болеть, там еще какие-то вещи. Но бывают, когда это просто такой вот, знаете, нет условий, тяжело с ребенком, еще как-то. Но я верю, что Бог, он найдет, найдет вот просто главное принять решение. А все остальное, я верю, что Бог устроит. Братья иной раз, да, говорят, да, ей надо быть дома, ну да, как же она потащит этого ребенка, как же она поведет, понесет его. Так пусть не ведет, ты возьми, веди. Пусть не несет, ты возьми, принеси. То есть если есть решение, что моя семья будет в собрании, моя семья будет служить Господу, там минимизируются вот эти вот моменты, когда бы не было человека в собрании, когда бы не было детей в собрании. Они просто минимизируются. Вот в Ветхом Завете Иисус Навин сказал, вы, ребят, как хотите, а я и дом мой будем служить Господу. Да, в какой-то, может быть, там момент, да, как у нас в вас, в стороне любители такое говорили, в двух случаях человек имеет право не быть на собрании. Равили уже в шоке. Когда он умер, перелом позвоночника, а все остальное не принимается. Нет, ну это, конечно, радикально. Но с другой стороны, на самом деле, вы знаете, вот некоторые моменты нам вот показывают. За эти последние два года с этой пандемией мы можем видеть какие-то вещи. Да, понятно, когда подкосило, да, когда вот там ни руку, ни ногу вообще бессилие, там поднять невозможно. Один момент, но когда уже люди как бы взяли это и, а что, да, все, ковид, извините. Да, ковид, но если что, да, я на больничном, да, если что, у меня там есть. И никто же не поспорит. Ну, конечно, извините, работа, если что, да. Извините, там еще какие-то. Не вопрос. Это позиция сердца, позиция решения. Это даже не о том говорится все. Поэтому, когда мы говорим о семье, здесь четко сказано вот седьмая глава, да. Я уже заканчиваю. Седьмая глава, десятого стиха по шестнадцатой. Послание первое к Коринфянам, седьмая глава. Это же самая глава, да, вот первое послание к Коринфянам. Чуть раньше он сказал про жену, про мужа, про разводы, про прочие вещи. Вот. А вступившим в брак я не повелеваю, а Господь. Он говорит, вступившим в брак Бог повелевает. Божье повеление женщинам не разводиться, так же, как мужьям. То есть мы вот сейчас, да, переходим на уровень равенства. Равенство в отношении мозгов, в отношении вот этих вот, а что, а он, а она, а еще что-то. Нет, он говорит, приказываю, приказывает Бог, а вступившим в брак не я повелеваю, но Господь жене не разводиться с мужем. Понимаете, приказы не слышат те, кто не находится под руководством. Приказы не слышат те, кто не находится под руководством. То есть, если мы говорим, допустим, об отношениях на предприятии, на работе. Тебе сказал что-то вначале, ты все равно отреагировал. Даже дети в садике. Ему сказали, он реагирует. Да, с опозданием, да, еще как-то, но все равно, ребенок, он реагирует. И приказы не выполняют только те, кто принял решение их не выполнять, принял решение вообще на игноре все это свести, да. Если произошел развод, если все-таки произошел развод, есть два варианта. Первый – это оставаться безбрачным или примириться со своим мужем. И мужу не оставлять жены своей. То есть, и там, и там. Если женщина готова развестись, то она должна оставаться одна. Знаете, вот одиночество. Кому-то может и нравиться одиночество, да. Но если она развелась, то она должна остаться одна. Вот мы общались с одной семьей, да. И вот я тоже так говорю. А что? А он? А она? Нет, все. Это без вариантов. Либо одна, либо примиряешься и живешь. Вот, два варианта. Восстанавливаешь семью или одна? Можно, конечно, уйти в мир, там развестись, по новой жениться, потом уже прийти и сказать, вот моя новая жена, да. Многие так делают. Но дело в том, что мы-то примем людей как людей. Но написано в Слове Божьем о том, что так не должно быть. О том, что это блуд. Это просто блуд. Нельзя по-другому. Поэтому люди, которые верующие, которые когда-то женились, которые когда-то имели вот этот момент бракосочетания, которые когда-то имели вот этот момент друг другу обещания давать, да. На смерти, в болезни, в радости, в бедности, в богатстве. Пока, пока, вот пока. И вот пока, да. И вот вы знаете, походы в церковь, они не меняют жизнь людей. Люди могут ходить в церковь, но жить совершенно на другой территории. Походы в церковь, они не меняют, не отменяют. Не отменяют вот эти вещи, да. И поэтому при повторном браке Бог уже не руководитель, потому что ты его проигнорировал в самом важном вопросе изначально. То есть вот эти вещи, они никуда не денутся. Если развод не по причине, допустим, блуда, да, о котором говорится, что можешь развестись по причине блуда. Один, один момент по причине блуда люди только могут. И то состоялось в какой-то момент, да, состоялся. У человека, который был, имеет право развестись по причине блуда, есть два выхода. Один выход развестись, его никто не осудит, а второй выход простить и восстановить отношения. Тоже, опять же, два варианта выхода из ситуации. И вот мы говорим, когда такие люди разводятся, они просто видят, что есть два пути. Путь прощения, путь развода, но в то же время вот так вот. И семья – это не про церковь. Семья – это про друг друга. И здесь так говорится. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой-то брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен с нею жить, не должна оставлять его. То есть мы же понимаем, да, что семьи могут рождаться в любом обществе, и там, и там, а потом раз кто-то уверовал, а потом раз несогласие, а потом раз переживание. То есть я хочу сказать, что причина религиозных отношений, они не должны ставиться во главу угла семейных отношений, потому что семейные отношения – это про него и нее. Не про церковь, не про религиозные взгляды, а про него и ее. Да? И мы понимаем, что вот в вере, жена, которая имеет мужа неверующего, что значит неверующего? Неверующего – это, может быть, даже не столько совсем неверующего, а сколько человека, не разделяющего твою точку зрения, не разделяющего твои убеждения. Даже вот в этом случае. То есть человек, который не разделяет, он говорит, а я нет, я не принимаю этого, а я нет, я не понимаю. И вот поэтому очень важно при всех этих религиозных штуках, да, согласие в семье важнее всяких таких вот моментов религиозных. Поэтому, когда согласия нет в семье, тут хоть религиозные, хоть дети, хоть общее имущество, хоть людей вообще ничего не держат. Ну, по большому счету, они разрывают отношения, независимо от того, верующие, неверующие. Дети взрослые маленькие, много-мало хозяйственно жили, ну, там, совместного какого-то, да, там, квартиры, машины. Это все делится, не делится, бросается, оставляется. Если только нету согласия, если только нету вот отношений таких. И поэтому, что делать, если муж не пускает в церковь? Такая интересная, да, фраза? Что делать? Вот не пускает. Как быть? Что делать? Ну, вы знаете, мы живем в гражданском этом обществе, и в гражданском обществе есть такое понятие, как свобода вероисповедания. Вот сегодня мы говорили, да, на эту тему, вот, Любовь Михайловна так вот задала вопрос, даже в гражданском обществе, а можно за людей молиться? А можно людей приводить в церковь, те, вот, которым мы служим, которые вот бегут, да, вот, от войны и так далее. И вот был такой ответ официальный, да, от людей, что мы живем в гражданском обществе, где свободное вероисповедание. Конечно, можете молиться, если люди согласны. Конечно, можете предложить им прийти в собрание, если люди готовы откликнуться, да, на ваше предложение. Это не вопрос. Поэтому в семье оно то же самое, понимаете? То есть у тебя, как у жены, во-первых, должно быть согласие внутри. То есть вот эта атмосфера домашняя, да, дом должен быть ухожен. Там к воскресному дню должно быть все настолько приготовлено, что сказать, знаешь, вот, я вот как была, служила, все устроила, все сделала, да, ну, на два часа. На два часа моих вот душевных потребностей, моих духовного такого удовлетворения, давай вот, да, уважая тебя, я вот как бы все, да, сделала в течение недели, а сейчас на два часа. И вот уважение, и вот момент почтения друг друга, он все равно приведет к тому, что просто увидит, увидит человек. Увидит человек – это доброе отношение, увидит человек – это доброе понимание. Потом вот эта молитва жены за мужа, молитва мужа за жены, да, вот здесь написано. Почему ты знаешь, что жена, не спасешь ли мужа? А почему ты знаешь, что муж, не спасешь ли жену? То есть кто нам дает вот это четкое, полное понимание, что о, все, там уже все? Нет. Сердцем человека управляет Господь. А если есть вот этот запрос на спасение, если есть запрос, то будет ответ на молитву, да? То есть это неизбежно, что Бог, Он просто желает сохранить, укрепить, благословить семью. Поэтому пусть Бог благословит нас, иметь мудрость, мудрость в жизни, мудрость в движении, мудрость во всех этих отношениях для того, чтобы, для того, чтобы прийти, знаете, в такое вот понимание благословенной, крепкой семьи. Потому что это очень важно как для церкви, так и для этого общества. На самом деле это очень важно. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok